Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас болезнь свирепствует в бедном квартале, но все боятся, что скоро она распространится дальше Скорее бы доктор Элират нашел лекарство Доктора Элирата в Поречии все знают Сейчас на него одна вовсе надежда заболевших Доктор Элират живет возле рынка Его дом стоит прямо возле рынка Однако сейчас доктор ухаживает за больными в бедном квартале Поречия Не так давно орки сожгли деревню к востоку от Поречия Теперь они копят силы, чтобы прорваться еще глубже на север Регулярная армия пытается их сдерживать Служба не позволяет мне вплотную заняться расследованием Поэтому твоя помощь как нельзя кстати Подозреваю, что тут не обошлось без гильдии убийц Советую поговорить с мастером Данте, купцом Он живет в Веридисте Вот, я отмечу на карте Данте, купцом Данте, купцом Добро пожаловать в штормовой замок Без приглашения не входить Нищим и холопам не входить Вытирайте ноги Осторожно, злые собаки Добро пожаловать в штормовой замок И поздравляю, вы здорово поработали Мне приказано припроводить вас к его светлости Проходите сразу в тронную залу Добро пожаловать в штормовой замок Добро пожаловать в штормовой замок Меня зовут Дрикс Кракс Полумудрый Дрикс Кракс Полумудрый Он знает, как важна эта метка Ты, человек, сыграешь важную роль в будущем Да-да! Дрикс Кракс, да! Дрикс Кракс Полумудрый даст тебе авторский экземпляр, когда напишет Блуд Дангекс, если ты живешь Дрикс Кракс, стой! Дрикс Кракс хочет взглянуть на твою пирамидку Да, Дрикс Кракс, дай его Дрикс Краксу Полумудрому Покажи, и я покажу тебе кое-что важное Добро пожаловать! Отрадно видеть, что доблестные герои готовы прийти в замок моего господина по первому зову Позволь проводить тебя в тронный зал Все тебя уже ожидают Его светлость давно следят за твоими приключениями И весьма воодушевлены твоими подвигами Позволь, я расскажу тебе о замке Штормовой замок назван в честь гнома Храдагария Штормового Который первым пришел в эти земли Замку уже более тысячи лет Знаешь ли ты, что в век хаоса безжалостный повелитель хаоса и полчища его демонов Пытались уничтожить Штормовой замок Боевому магу Стефану Феррелу удалось изгнать зло Но замок сильно пострадал Многие его части пришлось восстанавливать Это до сих пор можно заметить О да! Стефан Феррел был человеком исключительного ума И обладал обширными зданиями Он собрал вокруг себя могущественных предводителей По одному от каждой расы И вместе они образовали Совет Семерых Все они отдали свои жизни ради того, чтобы изгнать повелителя хаоса Ты можешь прочитать об этом в библиотеке замка О божественный избранник Спаситель Семирас Позволь представить тебе героя Чья слава разнеслась по всему герцогству А, прибыли наконец-то Закрой свой презренный рот Возлюбленный избранник богов не приказывал тебе говорить Я сказала молчать Моя дорогая Элона, успокойся В соседней комнате спит моя чудесная Лейла И я не хочу, чтобы ты разбудил ее своими воплями Извини мою недальновидность, о избранник богов. Впредь я буду тише. Я о тебе много слышал. Молва бежит впереди тебя. Барды в Паречи уже слагают о тебе песни. Вот почему я решил предоставить тебе честь стать моим новым протектором. Тупая деревенщина. С этого момента ты становишься моим защитником. Ты всегда будешь при мне, и ты будешь защищать меня ценой собственной жизни. Цени оказыванную тебе честь. Мне кажется, ты не осознаешь всей важности того, что произошло. С этого момента твоя прежняя жизнь осталась в прошлом. Забудь о ней и смирись со своей новой ролью. И, кстати, на случай, если ты вдруг захочешь покинуть меня, я приказал страже на воротах не выпускать тебя в течение следующих сорока лет. Не слышу твоей благодарности. Радуйся, что избранник позволил тебе стать на его защиту. Возможно, тебе выпадет удача, и ты сможешь пожертвовать своей никчемной жизнью ради спасения его светлости. Как ты смеешь! Ты будешь за моей спиной и защищать меня. Так твое имя останется в веках. Теуш, займись своими делами. Сейчас же, милард. А ты, мой новый протектор, зайди ко мне через пять минут. Я буду в своих покоях. У меня нет ключа от этого замка. А, мой дорогой лорд-протектор! Наконец-то ты решил поговорить со мной. А у меня как раз и есть для тебя задание. Я весь день не видел пушистика. Будь любезен, найди его. Он бегает где-то по замку. Так-так-так, не забывайся, мой милый протектор. Когда я сочту нужным что-нибудь тебе рассказать, я непременно это сделаю. А сейчас у меня есть к тебе несколько поручений. Леди Илона мой тайный советник. Иногда она бывает слишком строга, но она всегда помнит, кто тут хозяин. И ты бери с нее пример, нахал. Болван, пушистик, это мой котик. Он весь белый, и моя прелестная Лейла очень любит его. Так что иди и ищи. Эй, подь сюда. Привет, дружок, я Арху. То есть все меня зовут Барсик, но не забывай, что на самом деле меня зовут Арху, и никак иначе. Я все ждал, когда же ты придешь. Мяу, у тебя смешная и глупая морда сейчас. Уж подними и слушай. Зандалор просил меня поговорить с тобой. Я очень тревожусь за Зандалора. Он хотел посмотреть, что происходит в подземельях Штормового замка, и с тех пор не возвращался. Штормовой замок окружает недобрая аура. И Зандалор уверен, что исходит она от нашего юного друга и от огромного меча, который он постоянно носит при себе. Так что будь осторожнее. Зандалор думает, что там держит в плену настоящего призванного. Мяу. Как только до Зандалора дошли слухи, что Януш может быть избранным, он отправил меня в Штормовой замок наблюдать за этим наглым щенком. Кошачий бог, нет, конечно. Если бы Януш был избранным, и мышь бы не пикнула, как нам всем пришел бы конец. Нет, леди Илона и лорд Януш – обычные шарлатары. Вход в тюрьму находится в комнате слева от входа в главное здание. Вход в продуктовые погреба, в казарме к западу от главного здания. Надеюсь, с беднягой Зандалором ничего не случилось. Фу, мне противил этот мелкий недопесок. Он называет меня пушистиком. И я чую, что с юным герцогом Янушем не все чисто. Вот уж нет! Мерзкий, невоспитанный щенок и занудная леди Илона меня утомляют. Скажешь, что не получилось меня найти. Нет, пока можешь не беспокоиться. Юный герцог с тобой еще не наигрался. Думаю, он еще погоняет тебя с заданиями. Мерзкий, мерзкий, мерзкий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...